Однажды один мой знакомый, директор магазина из славного города Уфа, рассказывал мне такую историю. Пришли в его магазин детские новые азбуки. Ну, такие, знаете, которые вешаются на стену, и там разные буквы. Буква А там автомобиль нарисован, буква Б там батон. Вот дойдя до буквы М, он с удивлением обнаружил, что вместо традиционной буквы М там такие золотые ворота и логотип очень известной западной компании, торгующей фастфудом, которая приучает детей с малолетства привыкать к их продукции. Вот про это сегодня поговорим. Вот у нас тема программы «Как организовать бизнес для детей». Вот бизнес для детей или бизнес на детях. Вот будем сегодня про это говорить. Левицкий Дмитрий в студии, программа «Сфера обслуживания». Вторник, продолжаем наши традиционные разговоры, говорим о детском бизнесе сегодня. Сегодня с удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Елена Игнатьева, директор детского клуба «Кидс Эстейт». Добрый день. Да, здрасте, Елена, все так. И Елена Подвысоцкая, директор по развитию сети детских кафе «Андерсон». Или «Андерсон» правильно надо говорить, да? Андерсон. Андерсон, все-таки. Добрый день. Ага, здрасте. Ну вот, вы делаете бизнес для детей или на детях? Для детей. Для детей, все-таки. Для детей, безусловно. Ага, потому что у нас же бизнес-передача, да? Нам же хочется говорить про бизнес, поэтому, конечно, мы поговорим про детей и все такое прочее. Но нам интересно посмотреть, насколько интересно вообще заниматься бизнесом, да? Основным покупателем, основным клиентом которого является все-таки ребенок, да? И где здесь вообще границы бизнеса, совести и морали? Как не перейти из одного в другое? Елена Игнатьева, давайте вас сначала спрошу, расскажите чуть-чуть, да, что такое детский клуб «Китс и Стейт», вообще ваша история, ну, такая, не ваша, да, визитная карта, чтобы нашим слушателям было понятно, чем вы занимаетесь. «Китс и Стейт» основан был в 2003 году, то есть мы уже работаем девятый год с детьми. Когда-то я и моя подруга, две мамы собрались и решили сделать нашим старшим детям, тогда было по три года, мы решили сделать для них детский центр, потому что ничего не нашли того, чтобы нас удовлетворяло. И мы открылись действительно как клуб для изучения иностранного языка, английского языка с раннего возраста. Через два года к нам пришли наши родители, которые водили к нам детей и сказали, девочки, сделайте, пожалуйста, сад, и мы сделали, открыли группу полного дня. И сейчас детский клуб бизнесом не был как таковым, потому что был абсолютно убыточный проект, а детский сад стал бизнесом неплохим. Но при этом мы всегда, в общем-то, помним о... здесь действительно очень четкая граница между тем, что где есть бизнес и вообще для чего мы это делаем. Сейчас, Лен, вот что из себя представляет детский клуб «Китс и Стейт»? Вот что у вас бизнес состоит сейчас? Значит, в чем состоит бизнес? Сейчас это четыре группы полного дня, четыре возрастные группы в рамках детского сада. Ну, мы называем это группой полного дня. Детей приводят в восемь часов утра, забирают в шесть часов вечера. То есть это, в общем-то, настоящий детский сад. У нас организовано пространство для того, чтобы дети занимались, кушали, гуляли, отдыхали, играли. Полностью организован день. Атмосфера такая очень домашняя. И наша фишка в том, что у нас англо-русский детский сад. Вот у нас дети занимаются не только по программе детского сада развитием, но еще и изучают английский. И, в общем-то, на очень высоком уровне, потому что потом дети идут и в British International School, и в American School, и в наши спецшколы. Кто-то уезжает за границу и так далее. То есть английский на очень высоком уровне. Это то, чем мы изначально занимались. И, в общем, продолжаем держать вот эту планку. Но вы называете все-таки клубом, а не детским садом? Или это отдельная история? Клуб — это, да, отдельная история, потому что есть еще группы для детей, которые не ходят в детский сад. Например, для маленьких детей мы занимались... Ну, раньше даже у нас были группы с года, а сейчас, в общем-то, это где-то с полутора, с двух лет дети к нам приходят. Все время занятия английским идут через погружение в язык. Есть различные дополнительные занятия, есть айкидо, есть театральная студия, то есть творческое развитие детей. Поэтому мы называем себя клубом, потому что, в общем-то, спектр услуг шире, чем в детском саду. Ага. Ну, вот эти всякие секции только для тех, кто... Вот у вас ваши дети, либо можно со стороны просто прийти в какую-то секцию к вам? Можно прийти со стороны, можно прийти со стороны, но в основном туда ходят наши дети. Я понял. Сколько стоит-то в садике вашем ребенка содержать? Нет, это же плохой вопрос. Мне просто кулак показывает Елена, да? Я хочу сказать, что наши друзья слушают, потому что вы нас можете видеть сейчас в прямом эфире. У нас есть камера, которая нас показывает в интернет, да, поэтому тут ничего не скроешь. Елена, простите, я думал вам наоборот сделать рекламу, так чего все-таки узнать-то? Я скажу так, отвечу так на этот вопрос. Ни один частный сад и ни одна частная школа не будет стоить дешево. Я понимаю, у меня двое детей, я знаю, что это такое, поэтому я нормально, спокойно вас спрашиваю, сколько стоит ваш садик? Нет, не будет ответить. Вы знаете, мы отвечаем на этот вопрос для людей, которые уже пришли к нам, и это, в общем, вопрос, на который мы отвечаем глаза в глаза. Ну, хорошо, ладно. Не дешево. Мы просто, честно, вас спрашивали на эфир, о чем нельзя спрашивать. Хорошо. Елен, вас спрошу, да, давайте про Андерсон поговорим. Ваша история какая? Сеть кафе Андерсон зародилась два с половиной года назад. Первый из них мы открыли на Островитяново, дом 5, и, собственно, сейчас уже открываем пятый на проспекте Мира, улица Гелеровского. Так как передача про бизнес и про детей, я, наверное, в эту сторону, да, и начну. Видимо, вот тоже кому-то негде было кормить ребенка, поэтому открыл кафе. Да, 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 собственно, на Островитяново 5, да, открыли кафе, думали будем продавать кондитерскую, радовать соседей, но получилось так, что вслед за выпечкой нужно было готовить салаты, потом уже и горячие, да, и, собственно, получилось так, что у соседей было очень много детей, да. Они начали приходить с ними, приводить их. То есть вы занялись этим делом не из-за любви к детям, а по необходимости просто. Ну, они приходили, да, и мы не могли ничего с этим поделать. Пришлось придумать, да, что-нибудь интересное для детей, чтобы они не скучали, чтобы они получали свои песочные печенья в виде мордашек разных интересных, свой шарик, да, мы им постелили ковер, придумали анимационные программы и так далее, их стало еще больше. Впоследствии мы открыли рядом совершенно в соседнем доме себе детский клуб Андерсон, то есть у нас до Наостровитянова есть два кафе, одно действительно как кафе, второе как детский клуб, который предназначен уже только для детей, есть зал для детей помладше, есть зал для детей постарше, для того, чтобы дети, которым там 10, 14, 15 лет, да, уже не комплексовали, что здесь все плеушевое, я не захотел здесь отмечать свой день рождения, но, собственно, да, мы отнеслись к детям с пониманием. На данный момент вот на Гелировского тоже уже предусмотрительно, так как много вокруг жилых домов, да, открываем ресторан с зоной кафе с ритейлом, да, где будет продаваться много выпечки и два отдельных зала для детей. Там будет зал подушечный, где можно, собственно говоря, утонуть в подушках и устраивать бои с подушками, там будет маленький планетарий, будет сухой бассейн, да, можно проводить безостановочно детские дни рождения. Сейчас вы спросите, сколько стоит провести у нас день рождения? Подождите пока. Итальянцы бы открыли итальянское кафе, были бы там в районе, не знаю, там как-нибудь еще, там еще какое-то, ну, оказались дети, вы, да, ну, давайте там, да, соответственно, откроем для детей, будем, соответственно, детей много, будем рубить там нормально все, да? Нет, ну, изначально, на самом деле, мы не для детей открывались, да, еще раз повторяю, что открылись, ну, почему нет? Ну, почему, если они к нам идут, им нужно чем-то заняться, то мы, конечно, обустроили для них отдельную комнату, отдали целый зал специально, да, не делая на нем деньги, просто превратили зал в игровую комнату. Постелили шикарный ковролин, поставили детские шкафы, приобрели много игрушек, которых здесь сложно приобрести, нормальных уехали в Италию, во Францию, понавезли всяких интересных вещей игрушечных, да, обустроили им комнаты, и при том, что родители кушают, да, но, прошу заметить, что площадь уменьшилась посадочная для кормления гостей взрослых, поэтому для бизнеса. Так, а в чем фишка тогда? Надо брать деньги за вход. Нет, сначала была такая идея, но мы от нее отказались, сделали бесплатно, для того, чтобы было комфортно нашим гостям, нашим соседям, потому что у нас все гости постоянные, все живущие в соседних домах, которых мы радуем. Лен, ну, а в чем прикол-то, я вот хочу понять, неужели, я вот сам занимаюсь ресторанным бизнесом, хочу понять, неужели это доходнее, более доходнее, чем заниматься просто, ну, сделать ресторан для дядечек и тетечек поперспособных, нежели отдавать огромную площадь под игровые комнаты, которые не приносят денег. Ну, вот смотрите, в одном кафе у нас есть игровая комната, а по соседству есть детский клуб, о котором я уже говорила, в который приходят уже детки, да, и мы проводим банкеты непосредственно для детей. Там уже меньше как раз-таки посадочная зона, там уже реже ходят гости именно кушать, потому что там в пятницу, субботу, воскресенье абсолютно точно заняты это под банкеты. Там еще помимо банкетов мы проводим обучающие программы, мы учим детей готовить разные вкусности, мы разрисуем имбирные пряники, мы делаем с ними конфеты с начинками, мы делаем именинный торт, вместе лепим из марципана, да, то есть есть еще какие-то программы, которые проводятся именно там, но они, естественно, тоже платные. Ну, собственно, есть мастер-класс, есть анимационные программы, есть потребность проведения дней рождения, ну, собственно, вот. Хорошо, спасибо большое. Вот с того примера, который я начал, да, про азбуку, где буквой М служит логотип известной сети. Что скажете об этом? Вот сейчас даже не буду никак больше свой вопрос конкретизировать. Вот вам пример, да, вот вы бы увидели такую азбуку. Я, кстати, не знаю, я ее сам не видел в глазах, может, это и вымышленная история, да, потому что есть же такой регулирующий законом вещи, которые нельзя делать, и мне кажется, это как раз из тех областей, которые, в принципе, ну, нельзя, нельзя же делать рекламу в детских садах, да, я же не могу там заниматься прямым бизнесом на детях. Елена Игнатьевна, давайте вас спрошу, в первую очередь. Вот вы видите такую азбуку. Ну, эту азбуку вполне мог выпустить сам. Мог. Сам, тот, кто поставил свою муглу. Я больше чем уверен, что, да, мы-то так и есть. Ну, к сожалению, сейчас очень многое продается. Ну, вы скажете, молодцы или чего, или скажете... Я пройду мимо этой азбуки. Своим детям не куплю точно. И в садике не повешу. Да эта компания может ее бесплатно раздавать? Тем более не повешу. Очень много, сейчас очень много всякого бесплатной, такой бесплатной мишуры. Мы очень вдумчиво вообще окружаем пространство, в котором находятся дети, и мои личные, и мои собственные дети, и дети в саду, поэтому... Такую азбуку я, наверное, не повешу. Вот если бы... Вот вы бы выпустили азбуку, в которой вместо буквы, не знаю, там, английский больше вариант, там, да, ну, не знаю, там, вот английский азбуку, да, где кицы стейт на букву каин был бы кицы стейт. Вы бы раз так ее и... Ну и кому она нужна? А я не знаю, подождите пока. Вы бы выпустили такую? Вы бы стали такую делать? Ну, я подумаю. Сразу не могу ответить. Лена, как ваше мнение? Ну, я думаю, вряд ли. Я думаю, что мы создали бы азбуку из продуктов, из разных интересных овощей, фруктов и всего остального, что, в принципе, подходит к нашей концепции, да? Ну, раз не круто, но вот посудите, да? Вот вы азбуку делаете, на букву А сразу Андерсон, раз там на стену всем детям в районе, и они еще даже буквы не знают. И только начинают учиться, а, Андерсон, все, блин. Мы другим берем. Нам не обязательно делать азбуки. Я думаю, ребенок, который попадает к нам в клуб, собственно говоря, возвращается и без азбуки однозначно. Мы лучше дадим ему вкусный пряник, который он сам разрисовал. Ну, такие у клочи вы отвечаете, на самом деле. Я честно могу сказать, что, да, мне кажется, конечно, гривень маркетинга, ну, шедевральная история. Ну, вот если так вот моральную сторону вопроса убирать в сторону вообще в целом, да, то, конечно, кредит маркетологов этой компании, если они вот так, да, занимаются маркетингом, ну, мне кажется, честь и хвала, да, не был бы я отцом двоих детей, там, я бы, наверное, как-то по-другому к этому относился. Так, конечно, на букву М хочется видеть все-таки мама там или что-то, что-то такое более понятное, да, для ребенка и так далее. Как совместить-то приятное с полезным, да, с одной стороны бизнес, с другой стороны, вот, все вот моральные наши. Ведь давайте до морали еще дойдем. Вот с точки зрения государственного регулирования, ведь это же геморрой, мне кажется, да, уж простите за французский. Вот особенно вот, Лен, вас, вот вы занимаетесь детским клубом, там, детским садиком. Ведь чтобы открыть садик, у меня просто знакомые сейчас собирались там заняться бизнесом, действительно вот заняться бизнесом, открывать сеть детских садов и столкнулись с настолько серьезными ограничениями с точки зрения вот государственной, да, всего этого регулирования, что, ну, вот, действительно, это непросто открыть бизнес вот такого плана. Непросто. Ну, вот, ну, расскажите, вот реально, какие ограничения есть и насколько они серьезные, и как их можно обойти в нашей стране, как обычно? Я бы не назвала это ограничениями, просто есть перечень достаточно обширный, регулирующий все стороны вот формальных требований, прежде всего к помещению, да, в котором находятся дети, и к среде, да, то есть, ну, прописано буквально все, там, не только организация питания, организация сна, организация, там, помещения, в котором дети занимаются, где дети гуляют, и, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, там что регламентируется? Площадь на ребенка, да, там? Регламентируется площадь на ребенка, вплоть до высоты потолка, там, ну, вот, как мыть, как кровати ставить, ну, все регламентируется, регламентируется на самом деле все, поэтому очень многие, открою секрет, очень многие частные заведения, они себя называют клубом, мы не по этому принципу называемся клубом, но вот называют себя клубом просто потому, чтобы, ну, выйти, как бы, за рамки этого регулирования, да, которое со стороны государства, ну, вот, такой путь ищут. На самом деле это непросто. А вот эти все ГОСТы, это еще советские или уже какие-то современные, да? Нет, в сентябре 2010 года вышли новые правила, Санпиновские, которые регулируют, ну, буквально все аспекты. Ну, это не только к помещению, регулируется нагрузка на детей, расписание детское, что должны быть занятия вот столько-столько, а и не больше, но и не меньше, количество преподавателей, количество воспитателей, то есть регулируется персонал, все регулируется. Ну, бредовые, наверное, да, требования? Нет, абсолютно справедливые. Абсолютно. Вы прямо вот поддерживаете и считаете, что все там достаточно правильно? Да, 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 мы соответствуем этим требованиям. Ага. Это непросто. Мы вот переехали в марте этого года в новое помещение, большое, просторное, очень хорошее, в центре города, и вот мы сейчас соответствуем этим требованиям, чему сами очень рады, потому что хочется оказывать услуги действительно хорошего качества. Мы понимаем, за что берем деньги. Я вот сейчас мы спросим вас про деньги еще раз, а пока уйдем на рекламу и передохнем. Левицкий Дмитрий, программа сферы обслуживания, продолжаем разговор на тему бизнес для детей или бизнес на детях, кто как зарабатывает в этой области и на чем. Продолжение следует... 6510-99,6. Наша эфирная студия, если вам есть что сказать, звоните, пожалуйста. Если есть что написать, у нас есть сайт finam.fm, форум нашей программы, пожалуйста, давайте туда пишите. 5533 смс. Со слова «я» должно начинаться ваше сообщение. Я пробел, и, пожалуйста, можете поучаствовать в нашем разговоре вот таким вот образом. Напомню, в гостях у нас Елена Игнатьева, директор детского клуба Kids Estate. Здравствуйте еще раз, Лен. Добрый день. Да, Елена Подвысоцкая, директор по развитию сети детских кафе Андерсон. Да, здравствуйте. Да, Елена еще раз. Вернемся к детскому клубу Kids Estate. Все-таки, вот экономика детского садика, да, из чего она складывается? Вот реально, я понимаю, да, что там, вот я вас процент спросил, и спросил это не зря, потому что, ну, действительно, в нашей стране, где все привыкли, что все бесплатно, да, или за копейки, люди, конечно, порой сегодня обсуждают ценники на платные детские сады, и, конечно, там хватаются за голову, и, там, типа, вот там как, что, почему, может быть, люди хотят в этот бизнес приходить, да, и думают, что этот... Шоколад, поскольку там посмотришь, что там, набил детей там, да, там, человек 50, собрал там по полтиннику с каждого, вот тебе там отличная экономика, да, там, нанял там нянечку, да, из Украины, и, пожалуйста, тебе платный детский садик. С Украины нельзя. Ну, я сейчас специально, да, там, утрирую всю эту картину, понятно, что я понимаю, что это не так. Ну, давайте, вот экономика среднего садика, да, если мы не будем говорить про вашу экономику, да, вот, напрямую, Лен, ну, хорошо, да, вот там 50, допустим, тысяч, да, там, ну, вот я, как враги, ребенка, там, ну, приблизительно понимаю, там, ценники, сколько, сколько стоит детский садик, да, плюс-минус, хорошо, 50 тысяч стоит, там, да, содержать ребенка в детском саду. Насколько это действительно экономика, которая вот при таких ценах делает садик хорошим бизнесом? Говорим о наших расходах, да, прежде всего. Ну, вот в целом, да, давайте, мы не будем прямо уж проваживаться. Ну, прежде всего, у любого, любой, любой сад, любая школа сталкивается с чем? Это помещение. Ну, московская аренда всем известна. Московская аренда всем известна, если вы находитесь в спальном районе, цена может быть ниже, если вы находитесь в самом центре, как и Цистейт, мы в самом-самом центре, цена весьма высока. Вторая затратная часть, это, конечно, персонал. Вы не поведете ребенка в садик, где работают, ну, нелюбезные, неквалифицированные воспитатели и педагоги. Поэтому это, в общем-то, очень большая составляющая. Еще один момент, это питание детей, это, ну, у кого-то больше составляет, у кого-то меньше, зависит от того, как вы организовали процесс. Если вам повезло, и ваша кухня соответствует нормам СанПина, о которых мы вот говорили несколько минут назад, тогда вы сами организовываете питание. Если не повезло, тогда вы вынуждены работать на привозном питании, тогда это становится дороже, в общем-то. Ну, все по-разному решают этот вопрос. Но основное, конечно, это аренда и персонал. У нас очень большие расходы уходят на персонал. Ну, а дальше, смотрите, это налоги и так далее. Потому что сады, в общем-то, платят те же самые налоги, что и... То есть никаких там льгот, послаблений, ничего нету для данного вида бизнеса, да? Нет, нет, к сожалению. Я понял, хорошо. Ну, вот все-таки, да, для наших слушателей, которые думают об этом бизнесе, работают в этом бизнесе, опять-таки, я не хочу привязываться к вашему конкретному примеру, да? Ну, вот за сколько лет я могу вернуть инвестиции, если я хочу открыть там детский садик? Сложный вопрос, Дмитрий, это зависит, потому что... Вообще садики в целом, это прибыльный бизнес, да? Или все-таки их содержат... Это может стать бизнесом. Это может стать бизнесом при определенных условиях. У сада должна быть либо очень хорошая репутация, и это нарабатывается, для этого нужно время. Либо какая-то фишка, и, в общем-то, тогда эту фишку надо продвигать. Мы имеем репутацию, первое, и второе, мы имеем фишку, потому что я уже сказала, что у нас англо-русский садик. Ну, то есть, если я правильно понимаю, там, не знаю, 10 садиков работающих, сколько из них действительно являются бизнес-проектами? Мне сложно сказать. Я знаю, что вот из вновь открытых там садов, клубов, в общем-то, есть и кучка, закрываются. Какая-то часть имеет спонсоров. Мы спонсоров не имеем, поэтому вот как-то мы себе мыслим как бизнес. Ну, во всяком случае, наши доходы, расходы покрывают, могу сказать, уверенно. Я понял. Вот если я, условно говоря, бизнесмен-предприниматель, да, вот я не... Я не люблю детей. Ну, не то, что не люблю детей, но я понимаю, что вы этим бизнесом занимаетесь, потому что... Потому что вы там, да, вы любите заниматься с детьми, да. Я там разговаривал с вами до... Мы разговаривали до эфира, да, и я скажу, слушайте, что у Лены, конечно, там, с таким она прям как погружением рассказывает о своей профессии, да, о своей работе, о воспитании детей и все такое прочее. Что, конечно, сразу понятно, что, ну, как бы, человек этим занимается не в первую очередь ради денег, наверное, да. Ну, собственно, вы историю рассказали, что вы открывались не потому, что вы видели возможность срубить тут денег-то, да. Да, мы открывали это для своих детей. Вот вы мне, подскажите, порекомендуйте, я хочу просто инвестициями заниматься, да, я хочу просто инвестировать деньги. Вот я хочу действительно открыть там детский сад, сеть детских садов. Стоит смотреть на это как на бизнес, да, как бизнес-проект, или это все-таки... Вот не дам совет. Вы знаете, к нам несколько лет назад приходил, ну, не владелец, а жена владелица очень крупной ресторанной сети в Москве с предложением открыть сеть детских садов. Вот мы подумав, да, люди обещали инвестиции, мы подумав отказались от этого, потому что сделать сеть, это потерять вот что-то важное, что мы имеем в садике. Садик – это не только бизнес. Вот садик стал бизнесом, когда пошел поток людей. И это очень сложно объяснить, но он пошел туда, вот люди, люди же, когда они имеют дело со своими детьми, вот принимая решение отдать ребенка или не отдать, они смотрят, да, конечно, на цену, да, конечно, на месторасположение, потому что садик должен быть, ну, в общем-то, в зоне доступности, потому что вести ребенка два часа, даже в самое лучшее заведение, мы всегда говорим, постарайтесь, вот если нам поступают такие звонки, мы говорим, постарайтесь найти что-то поближе, это неправильно. Но сад зажил, и пошли люди, пошли деньги, и это стало бизнесом только после выполнения одного главного условия, вот когда сад живет, он живой организм, в нем есть душа. И только это помогает вот этому бизнесу стать бизнесом, потому что иначе, если вы просто хотите вложить деньги, я не думаю, что это будет оправданно и успешно, потому что для этого, а, нужно действительно любить детей, и тогда твои вложения, они по-другому оцениваются. И, б, вот как бы задумывалась. Любить детей, любить деньги. Любить детей, нет, любить детей и понимать, что ты делаешь. Я понял. Очень четкое понимание вообще, что ты делаешь, не бизнес ради бизнеса. Есть отличие, конечно, вот сделать сеть кофеен и сделать сеть садов. Мы не взялись за сеть, мы пошли по пути какого-то внутреннего роста, расширения, вот последнее, за последнее время сильно расширились, но о втором, третьем саде, вот не задумываемся пока, потому что это сложно. Я понял. Сложно, и прежде всего, я сейчас скажу, в чем основная сложность. Прежде всего, сложно с персоналом, потому что вот каждый педагог, воспитатель в нашем саду, это, в общем-то, штучный экземпляр. И мы производим колоссальный, вот, смотрим колоссальное количество людей, прежде чем найти там одного единственного, который мы возьмем, потом мы его долго учим, стажируем, и только потом выпускаем, вот, что называется, в поле. Поговорим об этом, поговорим еще про педагогов. Тут у нас приходят вопросы от наших слушателей, да, и вот вопрос обеим моим гостям. И я хотел бы, наверное, Лена, вот вас сначала спросить, Елены спрашивают нас, да, скажите, а с кем вам приходится работать больше, с детьми или с родителями, да, ведь как бы вы хорошо не работали с ребенком, ну, а родитель там, если родитель недоволен, то, в общем, да, платит-то, в общем, в итоге не ребенок, да, платит в итоге родитель. Лену Подвысоцкую хочу спросить в первую очередь, вчера как раз тоже, да, мне звонили из одного бизнес-журнала, которые пишут на данную тему тоже материал, и спрашивали по поводу в ресторанах, да, вот, почему устраивают детские комнаты в ресторанах. Да, и все-таки мы вот там размышляли на тему того, все-таки я хочу привлечь родителей, и, условно говоря, дать им возможность комфортно тратить деньги, поэтому организую детскую комнату, да, я все-таки работаю с родителями. Мой гость родитель, да, и я хочу просто, ну, уж простите за опять-таки, да, фразу обезвредить ребенка, чтобы он не мешал родителям спокойно проводить досуг. Либо все-таки я приглашаю ребенка, да, и что там делают родители, мне по большому счету все равно, да, мой бизнес это ребенок, ребенок сюда приходит, я ребенком занимаюсь, да, где там родители, мне все равно. Вот в вашем бизнесе вы все-таки, да, я так и не понял до конца, вы работаете с ребенком, вы работаете с родителем. Мы работаем и с теми, и с другими, да, и для этого, вот, например, на примере Островитянова, да, где мы открыли сначала Островитянова дом 5, а потом Островитянова дом 9, то есть в первом случае это то, что вы первый вариант перечислили, да, что мы создаем комфортное пребывание родителей в наших кафе, да, и даем место комфортное для игры детям. В Островитяново дом 9, который называется детским клубом, там уже как раз-таки мы сориентированы на ребенка, но при этом нам на родителей тоже не все равно, они тоже имеют возможность посидеть, мы им накрываем стол, да, и они тоже обезврежены. В детском клубе родители обезврежены. Так что мы на тех и на других, и даже их иногда вот разделяем, собственно говоря. Ну, разве вот сама сеть кафе, да, Андерсон, это все-таки взрослое заведение, да, для взрослых, где ребенок все-таки не является центром, да, это не там, не центр оранжевой коровы, да, про который мы это упоминали, где все-таки, ну, ребенок является центром, да, я там сам был не раз. Есть два формата, да, есть кафе Андерсон, а есть детский клуб Андерсон. Вот я говорю, что кафе Андерсон, это там, где у нас есть большой ритейл, огромное количество выпечки, кондитерских изделий, у нас большой объем продукции уходит с собой. Есть посадочная зона для гостей, да, которые сидят, комфортно отдыхают, кушают вкусные пасты, там, салаты, супы и так далее, да. И есть комната для детей, да, которая оборудована и имеет там яркие занавески, красивые игрушки, дети там отдыхают. Мы не сдаем в аренду эти залы, да, то есть мы вот действуем как кафе и как ритейл, раз, и плюс как доставка, раз формат. Второй формат – это детское кафе, как раз-таки там уже сдаются в аренду банкетные залы, которые можно арендовать отдельно, да, для своего ребенка, устроить ему праздник, заказать анимационную программу, которую мы разрабатываем с помощью арт-менеджеров, заказать мастер-класс, да, обучить его приготовлению еды любой или коктейлем, накрыть шикарный стол, оформить все шарами, да, устроить караоке там или фабрику звезд, ну, неважно, много чего можно, да. То есть здесь как раз-таки мы сориентированы на детей. И там все, начиная со входа, оно все яркое, красивое, цветное, оно… И туалетные комнаты, да, прошу прощения, и вот зона входа коридорная, да, оно все уже именно детское. Что прибыльнее-то? Что прибыльнее? Такая история интересная. Я думаю, что вместе. Вот сейчас на Гелировском, я сейчас вам расскажу. Давай, давай, Лена. А вот на Гелировского, который мы сейчас открываем уже буквально через 15 дней, мы совместили, то есть мы научились, да, сейчас уже шишек набили, сначала Островитянова 5, которым мы хотели сначала просто выпечку продавать, в итоге это выросло в нечто большее, и дальше открыли себе детский клуб, да, между этими двумя проектами мы открыли еще на Бауманской кафе и на Страстном бульваре кафе. А сейчас на Гелировского, опять-таки, да, повторюсь, набив уже шишек предварительно, мы сняли, наконец-таки, большое помещение, в котором мы совместили и ресторанную зону, и отдельное кафе, которое работает на ритейл и на кофе с собой, где можно пообедать, да, быстро, скажем так. Есть банкетный зал, есть зона ресторана, есть две комнаты детские. Каток, летняя веранда большая, да, зимой это каток с елкой, летом это летняя веранда с батутом, например. Вот, то есть мы совместили два формата. Сделали это намеренно отдельными комнатами, не одним единым большим залом, да, для того, чтобы можно было... У этого помещения есть три входа для гостей, то есть есть кафе, где можно ритейл отдельно отделить, есть ресторан, в котором можно провести корпоративное мероприятие или пообедать, там, поужинать красиво, да, с каминным залом есть банкетный зал, и есть с отдельным входом два зала для детей, которые также вот совершенно с отдельным детским гардеробом, с отдельной детской барной стойкой. Вот вам и, собственно, ответ на ваш вопрос. Барная стойка есть детская? Да. За которой можно обучаться приготовлению коктейлей, украшению коктейлем детских, да. Да что вы говорите. Очень круто, там воспитываются мои будущие сотрудники. Точно, делайте заявку, мы сделаем из них людей. Хорошо, да, да, мы сами воспитывать барменов. Здесь первая юношеская школа барменов. Слушай, круто, надо поговорить с ребятами, которые занимаются обучением барменов, они могут вам уроки давать. Вот, прекрасно. Есть такое сообщество, ребята были не раз у меня в гостях, Бартендер Бразерс, которые занимаются развитием вообще этой профессии в России, могут у вас давать уроки детям по... Классно. Надо с ними поговорить. Мы делаем, но у нас есть два мастер-класса, которые по барменскому искусству, которые мы самостоятельно разработали. Из-за профессиональных ребят придут и обучиваются будут классные. А родители же порой действительно, наверное, сволочи, и с ними там сложнее, может быть, чем с детьми-то, да, и какие-нибудь родители неадекватные встречаются, и которые от вас хотят того, чего вы дать не можете, или не должны, и, в общем, обслуживание родителей, как у вас поставлено, и насколько надо этому внимания, действительно, в этом бизнесе уделять. Родители же платят, да? Ну, безусловно. И, наверное, действительно, вот не раз приходишь сталкиваться с ситуацией, когда понимаешь, что вот родители, а они хотят по-другому, они платят там, да, свои там от 30 до 100 тысяч за ребёнка, и они хотят, чтобы было вот так. Ну, мы их умеем убедить, что то, что мы делаем, это правильно. Тут очень важно, чтобы родитель стал твоим союзником, и поэтому я вот сейчас не буду говорить о работе с детьми, а с родителем как происходит? Родитель, прежде чем прийти и отдать своего ребёнка, он должен убедиться, потому что родители даже, родители не сволочи, родители очень сейчас задумываются о будущем своих детей, и поэтому наша задача рассказать, ну, не только как, что мы имеем, да, перечень каких-то, ну, грубо говоря, наше расписание или перечень занятий, которые мы даём детям, мы очень много говорим о своей философии, о том, как мы видим, ну, вот, о тех принципах нравственных, которые, в общем-то, стоят во главу угла в нашем бизнесе, да, и родители так или иначе, приводя к нам детей, становятся нашими союзниками. И здесь очень важно не только, здесь очень важно первое, это доверие, а второе, в общем-то, последовательность и преемственность, потому что те правила и принципы, которые действуют в саду, если их же придерживаются в семье, то это замечательно, это даёт действительно хорошие результаты. Ну, все же семьи разные. Все семьи разные. Это раз, а во-вторых, меня всегда поражало, знаете что, ну, вот действительно сейчас, как посмотришь, и каждый делает этот бизнес, старается чем-то, как вы говорите, выпендрить свою фишку какую-то найти, там, там Монте-Сори, там ещё что-то, там третья, пятая, там такая методика, там Секай, я в этом понять не имею. Главное понимать, что ты делаешь, не просто методика ради методики, не, понятно, вы это для себя как делаете, я в один детский сад пришёл, они мне искренне рассказывают, что вот эта философия лучше. Самая лучшая. Да, и другой пришёл, они говорят, да у нас другой вообще воспитательный процесс, да, в третий приходишь, где говорят, там, только физические наказания помогут воспитать мужчину. Такие тоже есть. Что так, спартанцев воспитывают, я утрирую, да, я не знаю, да, и получается, ну, как мне, да, там, вот разобраться, что на самом деле там правильно, и куда на самом деле надо там пойти, и вот вы говорите, что вы там должны убедить родителя в вас поверить, а как вот это можно убедить-то, я даже... Разговаривая с родителями. Давайте мы сейчас зайдём на паузу, и потом продолжим наш разговор. Реклама. Здрасте, здрасте, здрасте. Левицкий Дмитрий, сфера обслуживания, бизнес на детях, бизнес для детей. Продолжаем наш разговор. Говорили об обслуживании родителей, да, что в этом бизнесе всё-таки важнее, уметь обслуживать детей или уметь обслуживать родителей? Мне кажется, вот родители всё-таки... С Еленой Игнатьевой, да, продолжая разговор, директор детского клуба Kids Estate, ну, как на всех угодить-то? Вот ведь они же такие, они же свои детей любят, и они же... Ну, как, вот они же вот приходят, ну что, вот воспит... Вот, а мой ребёнок сказал, что воспитатель ему сегодня там что-то, да, а вот мой Вася там вот раз-раз-раз, вот он по этому предмету там не успевает, а вот с ним кто не занимается, да. Ну, и не важно, что на самом деле происходит. Всегда в школах были бешеные мамаши, которые приходили и говорили, что вот моего ребёнка, там не заслужено что-то как-то, да. И понятно, что всё это от большой любви и от переживаний, но как вот со всем этим вообще совладать-то? И реально ли это? Ну, есть несколько рецептов. Во-первых, мы всегда открыты. Вот открытость, это... Открытость, она спасает. Если родитель сомневается в том, как организован процесс обучающий, что происходит в саду, мы никогда не запретим прийти и посмотреть. Мы открыты, мы работаем в открытом... Вот в формате открытого урока, педагоги все к этому готовы, это первое. А второе, в общем-то, это воспитательный процесс самих родителей. И это, пожалуй, вот для меня это... Я с детьми мало имею дело, я, в общем-то, администратор. Для меня это самое увлекательное. Потому что вот ты видишь, как родитель, как он тебя начинает слушать. Серьёзно, так и происходит. Он на тебя начинает слушать, он становится твоим единомышленником, он приходит с вопросами. И мы видим, как вместе с детьми и вместе с нами растут родители. И очень многие вещи мы делаем, как ответ на запросы родителей. Здесь очень важно вот этот вот социальный запрос уловить. Не говорю, что... Это не означает, что мы идём на поводу. Нет. Мы в своих воспитательных принципах, педагогических подходах, мы очень уверены. И, в общем-то, практически любому... Если человек с нами не согласен, он уйдёт, но практически любому мы сможем вот так или иначе, ну, не доказать свою правоту, но объяснить, почему так, почему нам это видится так. Поверьте, мы тоже развиваемся. Вот и я развиваюсь, и мои коллеги развиваются. Мы все очень внутри развиваемся. И это тоже очень важный фактор, да, для жизнеспособности вот такого заведения, как мы. Поэтому с родителями... Вы знаете, в принципе, с родителями комфортно. Если они решили, что ребёнка сюда будет, как правило, у нас нет текучки. Замечательный показатель этого. Мы переехали, я уже говорила, в марте в новое помещение, и на самом деле мы поменяли район. Раньше садик находился рядом с Ялским бульваром, а переехали в район Спиридоновки. 95% за нами перешли. Для нас это было так... Это было приятно. Это было подтверждение того... Ну, понятно, что родители вас все нормально. Нет, что мы всё делаем правильно, раз люди за нами пошли. Хорошо. Лена Подвысоцкая, да, директора по развитию сети детских кафе Андерсон. Ну вот детский клуб Кит-Систейт, там всё понятно. Там воспитательный процесс, всё так серьёзно. У вас всё попроще, правильно? Торт поели руками, стены зарисовали. У нас веселее. Ну, да, и дело с концом. Пусть потом там в детском садике их воспитывают. Перевоспитывают. Перевоспитывают, да. Правильно я понимаю, что есть ваша цель развлекать, там и бог бы с ним там, да, на воспитательный сторону вопроса, вам по большому счёту и наплевать. Я не знаю, что у нас очень весело. Вот, да. Видите? У Елены тоже весело, несмотря на то, что спины ровно. У нас весело и тепло. То есть у вас просто весело, а у них весело ещё и научно. Видите как, а у вас только весело. Нет, у нас весело и тепло. Тепло вот именно не физически, а душевно. Про тепло мы и с вами поговорим. Тут есть у нас вопросы, да, по поводу тепла. И я ещё их там, наконец, приберёг. Так, ну так всё-таки. То есть вы-то смотрите или вам действительно всё равно, да? Вот вы там, вот у нас там за завтраком был разговор, там, созидание, разрушение, да, что ребёнок склонен к разрушению и дать ему там всё изрисовать и есть торт голыми руками с ножа. В общем, это ребёнку любому понравится что-нибудь сломать, да? Вот вас-то вообще заботит эта тема или вам по большому счёту всё равно, да? Вот он в понедельник возвращается в садик, пусть там всю неделю учат ничего не ломать, там, да, созидать. А в воскресенье он к вам пришёл, там... Дмитрий, вы утрируете, на самом деле. Да, конечно, да. Ни в коем случае мы не учим людей, детей, вернее, разрушать, да. Мы их учим о доброте, ласке, взаимопонимании ему, веселье. Ну, потом я уже говорила о том, что мы их учим и готовить, да, и разговаривать, и благодарить друг друга, и развиваем творчески тоже в том числе. Но жизнь в Москве настолько тяжёлая у детей тоже, да, что они устают, да, и от школы, и от детских садов, и от чего-то ещё. И, ну, должен же быть выплеск эмоций негативных. Он должен быть, да, для того, чтобы вот... И бои подушками. Ну, где ребёнок может подраться подушками? Дома нельзя, в саду нельзя, в школе спину ровная и так далее. Ну, да, в садике кис-систейт вряд ли ему там подушками. Вот, а у нас проводится, мы делали даже совершенно в подарок для нашего района на Стравитяново, в Коньково. Собирали детей с района, брали такой ринг надувной, да, и устраивали для детей бои подушками. У нас был не логотип, призыв был, девиз, принеси подушку, получишь ватрушку. То есть люди приходили, дети приходили с родителями, со своими подушками, бились, велась таблица и так далее. Ну, где ещё можно так побеситься? Безобидно вроде бы, да, но при этом классно, все получили потом призы, разыграли места, все радостно и счастливы пошли домой, да. Или же, ну, спокойно можно там научиться готовить, или можно так же, я не говорю, что они там друг к другу, раздирая волосы, да, рисуют на стенах. Ни в коем случае, просто это отдельная отведённая стена там, да, на которой можно рисовать. Это, ну, тоже вряд ли где-то разрешают, ни дома, ни в школе этого делать нельзя. Это всё красиво, все здравствуйте, проходите, мойте руки. То есть мы, естественно, выдерживаем все воспитательные процессы в любом случае. Это не в саду Богоморра, да, это приятный, творчески интересный процесс, в котором ещё есть и еда, и развлечения, и прекрасные аниматоры, да, и родители улыбающиеся, да, и вкусные напитки и так далее. Вот вопрос, да, от Ивана, прямо с пылу с жару. Как вы продвигаете свои услуги по поводу маркетинга, да? Как-то он отличается от обычного, или рекламы, или вообще, там, да, вот как вы... Вот маркетинговая активность ваша, она вообще на детей? Ваше сообщение ребёнок должен увидеть, или ваше сообщение родители должен увидеть, да? Наше сообщение должен увидеть, конечно же, родители. Вот, но у вас, у нас основное это сарафанное радио. Есть сайт в интернете, он информативный, есть незначительная рекламная поддержка в интернете, но основное это сарафанное радио. То есть люди приходят, люди приходят, да, передавая информацию? У нас, наверное, да, тоже видит родитель, да, если это, конечно, речь идёт о сайтах или о рекламной продукции, да, которая раздаётся, не знаю, при доставке еды во флайерах, брошюрках каких-то, да. На детей, наверное, воздействуем, не знаю, яркие баннеры, которые висят внутри двора, которые с жирафами, носорожками, да, с логотипом детского клуба именно. Или дети, идущие сплошь и рядом с шарами Андерсон, которые им просто так дарят, когда они приходят с родителями, покупают выпечку домой. А почему? Почему не делаете маркетинг на детей? Ну, я имею в виду, именно это на детей рассчитано, что они идут шарами. Ну, вот так, ну, вы всё-таки говорите, же меньше степени, да. Поплы, да. Ведь вот когда, зон, говорю, мой ребёнок, там, я в кавычках говорю, да, в выходные, говорит, папа, я хочу в Макдональдс, это именно он хочет в Макдональдс, да, то есть именно он хочет пойти в Макдональдс. Это он покупатель, не я, да, говорю, не Макдональдс, не меня убедил своего ребёнка привезти, да, в Макдональдс, а он моего ребёнка убедил, чтобы ребёнок меня повёл за собой. Именно внутри, да, именно внутри мы делаем всё для ребёнка, всё для удобства ребёнка, всё для его восприятия. То есть, наверное, второй раз уже ребёнок скажет родителю, да, пойдём в Макдональдс. Абсолютно точно. Дети приводят своих родителей туда, потому что там кроме шаров и печенья есть еще специальные пирожки для них, да, мышки с вишней, хрюшки с яблоком, да, какие-то маффины со снегурочкой вот сейчас будет там и так далее. То есть есть масса всего для детей. Раскраски, карандаши, разный пластилин, да, хотите здесь же с вами полепят, хотите вас бармен за стойку отведет, то есть на детей идет внимание, акцентируется, да, им там интересно. И я считаю, что это маркетинг, но он происходит внутри. Именно то, что наружная реклама, это сайты, да, это вот все материалы, печатная продукция, это уже для взрослых, чтобы привлечь. А именно второй раз действительно дети уже приводят своих родителей. Последний вопрос, и не так уж много времени у нас остается, а вопрос, в принципе, наверное, не маленький. По поводу персонала, да, вот вообще персонал, работающий с детьми, какая ситуация на рынке труда, если можно так сказать, да, есть ли такие люди, которые работают с детьми? И параллельно вопрос вот Елене Игнатьеву задать, ведь он же должен не просто быть, там, любить детей, да, он еще должен некую атмосферу создавать, какую-то, которая в вашем садике существует. Поддерживать, атмосферу создаем, атмосфера уже есть. Вот то, о чем я говорила, дух садика, атмосфера есть. Вот где вы ищете кадры? Вот где вы ищете кадры для работы с детьми? Вот как вообще найти людей, которые могут профессионально работать с детьми? А не как вообще в нашей стране сейчас? Сложно вопрос, но готовят у нас, продолжают готовить и педагогов, и воспитателей, и психологов, вопрос отобрать из этого, в общем-то, большого количества тех нескольких, которые у нас останутся. Мы стояли в этом году как раз перед вопросом набора нового персонала в связи с расширением, поэтому еще раз прошли все поэтапно. Это сложно. То есть мы даем рекламу, как правило, смотрим в интернете людей, люди приходят, и дальше идет процесс собеседований, потом мы смотрим, как эти кандидаты общаются с детьми. Всегда есть какой-то испытательный период. Но я честно скажу, что это такой процесс, тяжелый, большой. И проходит всегда обучение. И здесь очень важно, чтобы человек любил детей, чтобы он был вообще грамотный специалист, потому что вопрос не только у нас не просто нянечки, да, или там не просто аниматоры. Идет еще и образовательный процесс, и он должен идти соответственным образом. То есть так, как это надо для дошкольников, да, должно быть организовано. Вот. Человек должен быть обязательно стать членом команды, потому что вот команда, которая поддерживает этот дух, она на самом деле очень-очень чувствительна ко всем, кто не член команды. А здесь очень важно, здесь, в общем, мы работаем, вот я недавно осознала, что мы работаем как один большой слаженный оркестр. Это очень важно, потому что ты должен понимать, что если ты отвернулся к одному ребенку, ну вот повернулся к одному ребенку, то к другому ты можешь повернуться спиной, и при этом его должен подхватить твой коллега. И ничего не должно случиться, и все должно быть хорошо, вот с точки зрения, ну, даже банального травматизма, да. И поэтому мы один большой оркестр, и каждый имеет здесь свое место, и это потрясающе. И вот сейчас уже наш коллектив работает как нечто саморегулирующееся. Это потрясающий результат, вот который я, как человек, который управляет этим процессом, в общем-то отношу на свой счет и вот на счет своих коллег. Хорошо, спасибо большое. Вот хочу Елена Подвысоцкая тоже успеть этот вопрос задать. Для вас важно, кто работает в ваших заведениях? Безусловно. Вот даже те люди, которые, казалось бы, там, вот не аниматоры, да, официанты, повара, которых, возможно, дети даже и не видят. Я могу сказать, что каждый член команды, про команду полностью с Еленой соглашусь, что по-другому на ресторанный бизнес он точно не работает, да, вам это известно, да, как никому, что и повар, и официант, и менеджеры, все, кто находится в зале, абсолютно точно, и за залом, не важно, офисные работники, все, то есть, как все начиналось, да, собралась группа единомышленников, которая несет атмосферу Андерсон, и, собственно говоря, которая, перемещаясь по всем кафе, да, ее несет. И мы обучаем и директоров, и поваров, и официантов, все, 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 проходя мимо, никто не может оставить незамеченным ребенка, взрослого, без внимания, там, взгляд, которому что-то необходимо на данный момент, ну, собственно говоря, обучаем этому всех абсолютно точно. Мы их не ищем где-то специально, мы передаем свою атмосферу, на своем опыте показывая. Окей, хорошо, спасибо большое, интересная получилась беседа, Елена Игнатьева и Лена Подвысоцкая были у меня в гостях, спасибо большое, что пришли. Спасибо вам. Сфера обслуживания была в эфире, через неделю услышимся снова, Левицкий Дмитрий, всем счастливо.